Больше экзотики. К концу осени на биостанции теоретического лицея созрели приднестровские мандарины. Здесь занимаются юные химики-биологи, создают свои первые проекты и научные работы, выращивают экзотические фрукты и тепличные растения. Новогоднее настроение в оранжерее Бендерского лицея. Этим мандариновым деревьям по 10 лет дают урожай каждую осень. Ухаживать за деревьями помогают старшеклассники на уроках садоводства. У нас есть специальный факультатив, на котором мы учим детей выращивать растения, то есть их черенковать, сажать, чтобы они это умели. Они растут очень медленно, не так быстро, как нам бы хотелось. Их родина Китай, предгорье Китая, в горах они растут. Оттуда мы их постепенно селекционировали в Европу и к нам, конечно. Плодоносит он начинает с ранней весной, то есть он цветет. У него такие небольшие белые, очень ароматные цветочки. Они пахнут на всю теплицу. И потом они начинают созревать в течение 9 месяцев. Были зелеными, и сейчас они у нас, вот посмотрите, очень красивые оранжевые. Наши детки их уже попробовали, им очень понравилось. Чтобы не повредить дерево, берем секатор и аккуратно срезаем один из плодов. Очень вкусно пахнет, такой насыщенный аромат. Сейчас попробуем. Очень сладкие, здорово. Сейчас в бендерской оранжевее созревает второй урожай инжира за год. Первый пошел на варенье. Красный барбадовский перец необычной формы для любителей остренького. А есть еще лавровый лист, как в Греции, бразильский авокадо и финиковая пальма из Африки. Рядом с обычным перцем растут бананы. Самое интересное событие в настоящее время, конечно, это цветение мушмулы, вечно зеленой, японской. Это уникальное растение. Цветет под зиму. Плоды съедобные, мушмулы? Съедобные, это лакомства. И делают разные джемы, и напитки, даже... И прения? Да, да, да. Ноябрь цветет, а плоды созревают к маю и июню, когда нет никаких других свежих плодов. Это источник витаминов группы В, калия, источник витамина А и витамин С есть в странах субтропических. Очень популярен. И у нас на юге России. И вот, я думаю, у нас в открытом грунте появится просто вот в ближайшее время. В планах вырастить еще и лимоны. А пока в оранжерее зимуют китайские карпы кои и золотые рыбки из нового лицейского пруда. Его построили тоже для уроков биологии. Продолжение следует...